Павел Кузьмин, только что закончилась игра с Волгарем, обидно, наверное, по пенальти проигрывать. В пенальти всегда обидно, это лотерея, но то, что проиграли, проиграли, скажем так, сами отдали победу, игра была под нашим контролем. В первом тайме повели 1-0 и план принимался тактически. Волгарь силен в быстрых атаках. И, собственно, я предупреждал об этом. Мы, наоборот, в первом тайме поставили их в неудобную ситуацию, отходили к центру поля, дабы не дать свободный зон и не пропустить быструю атаку. В первом тайме практически у них не было такого, ничего созданного у наших ворот. Второй тайм сами неправильно стали играть, контроль мяча слабый был в центральной части поля. Те замены, которые были сделаны в середине второго тайма, к великому сожалению, не усилили нашу игру. Плюс удаление и концовка такая нервная, уже понятно, лишний игрок. Минимум созданных моментов за игру, заработанные пенальти и в первом тайме момент у Бирюкова и удар, когда на линии ворот попал мяч у Вальшина, который заканчивается, должен был взятие на руку. В принципе, сами отдали победу. Павел Петрович, с чем, на Ваш взгляд, связан спад во втором тайме и ошибки в защитной линии в первую очередь? Ну, тактические ошибки, они были у нас и в первом тайме, поэтому и замена была в центральной зоне у нас и в первом тайме, и во втором тайме выход со вторым пенальти, длинная передача, отчитаемая передача, неправильное расположение. Что в первом тайме тактические ошибки в центральной зоне, вот именно в центральной зоне, с чужой половиной поля идет продольная передача, 50 метров, читаемая все, и игрок принимает мяч за спиной у наших центральных защитников. Это недопустимые совершенно вещи. Какие же ошибки были в этом? Будем работать, исправлять эти ошибки, указывать на них и исправлять. Но здесь проблема есть, проблема есть. Субтитры создавал DimaTorzok